Всем привет! С вами Жданов Василий и в этом диалоге о настольном теннисе мы будем говорить о такой проблеме, почему настольный теннис плохо растет в России. Многие спрашивают меня, почему такая ситуация возникает в России. И я примерно выделил 4 причины, из-за которых теннис как вид спорта в России растет плохо. Итак, первое это то, что настольный теннис это не национальный вид спорта и как бы мы не хотели, настольный теннис он скорее всего им не будет. То есть если в Китае настольный теннис это общепризнанно на уровне государства, на уровне политиков, что это именно важная составляющая политической жизни страны и именно с помощью тенниса различные даже политические процессы были в прошлом веке сделаны, то в России настольный теннис он не национальный спорт, в России хоккей, национальные спорты все вкладывается в хоккей, это престижно, это популярно, настольный теннис это можно сказать спорт номер 2. Дальше нет массовой вовлеченности в настольный теннис, то есть если хоккей и коробки хоккейные благодаря Тарасову были поставлены в каждый двор, то теннис не имеет такой массовости и именно развитие с детского спорта как теннис не идет, так как во дворах только сейчас тихонько появляются столы и то они ужасного качества, это я говорю про Москву, возможно даже в регионах и этого нету столов во дворах для игры настольный теннис. Также, третье, это убеждение, то что настольный теннис в головах у родителей, которые приводят детей или которые выбирают каким спортом заниматься их чаду, нет того, что настольный теннис это популярный, это престижный, это дорогой вид спорта, поэтому родители отдадут больше в большой теннис ребенка, потому что есть представители этого вида спорта, которые много зарабатывают, в отличие от того, что в настольном теннисе люди меньше зарабатывают и он получается не такой престижный, как большой теннис, вот именно это убеждение, то есть я считаю, что настольный теннис это престижно, это интересно, я в принципе своим каналом и создаю массовость и массовый спрос на данный вид спорта. Далее, тоже важный такой аспект, это то, что нет трансляции по телевизору, футбол, хоккей показывают, там есть крупные рекламодатели, которые платят большие деньги и эти деньги потом вливаются в спорт, поэтому, как бы мы не говорили, но футбол развивается, хоккей развивается, настольный теннис не развивается, потому что нет рекламодателей, которые деньги вкладывают в трансляции, люди не видят о настольном теннисе, не понимают, что такое, многие даже правила считают, которые еще были в начале 2000-х годов, когда счет был до 21-го, то есть, когда я тренирую взрослых, они еще не знают, что правила уже давно до 11, а они еще думают, что до 21-го, то есть, это идея осведомленности, это идея как раз массовости, что спорт он не массовый и люди знают кулуарно в своих, можно сказать, каких-то маленьких группках, что общее творится и происходит в настольном теннисе. Так, о печальном закончим, сейчас поговорим о перспективах развития данного вида спорта, что можно выделить, то что, первое, это нужно увеличить больше вливание денежных средств на настольный теннис, это увеличение количества турниров, это сделать больше призовые, увеличить взносы на турнир, чтобы это было не 300 рублей, как во многих сейчас турнирах коммерческих, 300 рублей, но это смешно на самом деле. 500-1000 рублей, ну, действительно, чтобы люди, которые играли на настольный теннис, они отдавали больше денег на самом деле, и тогда спорт будет развиваться. Вот, также более широкое освещение СМИ этого спорта, более яркое, более красивое создание героев в этом спорте, чтобы дети, подрастающее поколение, оно ориентировалось на то, что есть сильные, мужественные, там, теннисисты, дисциплинированные, чтобы они хотели брать пример с них. Тогда теннис, он будет даже влиять на детей. Вот, в принципе, об этом все. Пишите комментарии, свои предложения о том, как теннис настольный сделать более популярным, более массовым. Спасибо за внимание, с вами был Жданов Василий. Продолжение следует...